приветствую всех ну вот коньячка я со своей любимой закуской дерябнул и теперь расскажу вам об вот этом бренде на самом деле реми сант реми мне очень нравится и в рекламе она не нуждается они мне за это не платят поэтому я буду хаять и хаять я буду то что я купил здесь у нас в родном Владивостоке я иногда путешествую и в дьюти-фри и в разных забегаловках покупаю те коньяки которые не могу себе позволить на родине дело в том что цена на спиртные напитки у нас два три четыре пять шесть раз больше чем там где нет таможенных пошлин барьеров и прочих акцизов но даже несмотря на это бренде сант реми можно было бы приобретать у нас не так уж и дорого и она того стоило на мой вкус но что же произошло вот оригинальная коробка в наших магазинах она ничем не отличается и скорее всего она действительно настоящая вот эти бутылки с такими вот красивыми французскими этикетками один в один я обнюхивал их скурпулезно сравнивал этикетки то есть зачем я это делал после очередного своего путешествия наверное в камбоджу я привез этот коньячок трех видов с удовольствием его употребил и пригласил друзей мы стали его пить он всем понравился и как говорится потребовалась вторая в наших магазинах точнее в сетевых маркетах у нас их не так уж и много дела и солнышко данный коньяк был представлен по не такой уж большой цене по моему 1500 топом 1500 рублей вот я пересчитал на тогдашний курс вот понял что я переплачу в два с половиной в три раза больше но заради любимого напитка я готов был заплатить такие деньги купил парочку бутылок причем зная что жулики есть везде и всегда я купил их в разных магазинах а точнее даже в разных сетях и мы попытались их пить нашему окорчению не было предела дело в том что мы не успели допить оригинальную бутылку коньяка а точнее время именно такого и открыли следующий блин мы все вместе шесть мужиков за одним столом обнюхивали рассматривали и пытались найти хотя бы одно отличие в этих бутылках мы его нашли оно оказалось в виде вот этой вот белой этикетки навряд ли человек с невооруженным микроскопом или большим увеличительным стеклом глазом сможет что-то здесь прочесть но вот именно эта этикетка при внимательном изучении меня и натолкнула на мысль что это бренди которая по заверению импортеров продавцов привозится к нам с уплатой всех таможенных пошлин акцизов с этими марочками из самой франции что вот это время там во франции подделывается в каких-то гаражах каким-нибудь арабами или может быть подделывается у нас но вся упаковка бутылки пробки этикетки коробки привозятся оригинальные я не понимаю вот поймите мне правильно зачем подделывать не такое уж и дорогое хотя и очень хорошее время зачем это бренди надо подделывать вот посмотрите на оригинальной упаковке есть цена я думаю вы вполне сможете различить что стоит это 990 в долларах когда я покупал это время я заплатил за него по курсу по моему 35 рублей ну то есть даже с уплатой пошли на упаковке и прочего 500 рублей бутылка этого коньяка здесь она продается за три цены тем более возят его оптом зачем делать подделку это не так дорого это не супер дорогой коньяк не какой-нибудь там мадам помпиду или еще какая-нибудь дрянь которая стоит там тысячи и тысячи евро и долларов это обычная хорошая качественная бренди которая стоит но не так дорого на любые деньги я понимаю что там же в камбоджи или во вьетнаме можно купить ром по доллару там даже за пол доллара который нюхать невозможно и набухаться им так что мама не горюй но там же в камбодже во вьетнаме можно купить великолепные спиртные напитки во вьетнаме классное вино в камбодже напитки со всего мира я туда приезжаю просто с удовольствием я не алкоголик честное слово я люблю выпить люблю поговорить и люблю обсудить то что я пью я не пью что попало если мне наливают палитуру я откажусь а если будут ее вливать в меня насильно я дам в морду просто-напросто мне обидно когда не такое дорогого не хочется говорить слово дешевое это отличная бренди он у него там медали и значки вы можете сами в интернете почитать про него когда вот такое классное бренди какие-то уроды а по-другому их назвать нельзя бодяжит какой-то подделкой зачем неужели это уже из принципа я не думаю что в этом есть великая выгода купить коробки бутылки этикетки подделать документы привести сюда все это и налить здесь какого-то говна я не врубаюсь ребята будьте осторожны я не рекламирую именно вот этот коньяк там ли его бренди или не рекомендую там ездить за границу чтобы напиваться как я делаю но какой другой выход предложить извиняюсь за ее лишнюю эмоциональность на этом все пока вот но вот все вот вот